Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас пустышки. Очень много разных интересных пустышек. Итак, поехали! Первое, что покажу, это вот такой вот бальзам. Это концепт, очень классный, очень суперский, мне нравится, все в нем отлично, все в нем здорово. Волосы не утяжеляет, я им тонируюсь между покрасками, где-то 20-30 минут держу на волосах и все отлично, все здорово. У меня этот в оттенке, девчонки, арктический блонд, то есть это такой сиреневый потон у цвета, вот он мне очень нравится. Остался еще шампунь пепельный, тоже хорошо работает, но как-то у меня у шампуня расход маленький, а бальзамом прям пользовалось достаточно часто, хочу сказать. Вот литр израсходовался, классный. Я сначала брала в маленьком формате, потестировать, мне понравилось, все здорово. Бальзам, волосы не пересушивает шампунь, да, бальзам нет. Очень круто за ними ухаживает, не утяжеляет, что тоже очень понравилось, потому что тут сейчас последняя маска сезона, она у меня дико утяжеляет, вот прям дико просто, даже не знаю, что здесь делать. Надо что-то подсушающее туда добавить. Тонирует классно, оттенок очень красивый, приятный, нежный, поэтому, возможно, повторю еще, может быть, что-то новенькое буду пробовать. Так, девчонки, вот такие вот трусики, ночной кодекс. Девчонки советовали, попробовала, взяла, заказала, здесь их, по-моему, две штуки было, что-то я забыла, да. Да, и здесь единый размер, что хочу сказать, мне малы, мне малы, поэтому деньги на ветер получилось. Здесь где-то размеры до 50-го, вот они, до 50-го, еще могут натянуться. А так я их, конечно, делаю, но они малы и жутко неудобны, поэтому нет, нет и нет. Плохо, что их нет по размерам, да, почему-то у них только единое. Так, вещь классная вообще, девчонки все хвалят, говорят, вот что на ночь супер. Закончился бренд-фри, еще в старой версии, вот такой пятновыводитель, брала на Вайлберрис. Классная вещь, на самом деле классная, которая помогает справляться с пятнами, с какими-то загрязнениями, очистить все, что угодно практически, поэтому вещь угодная, перкарбонат, натрия в составе всегда теперь в моем доме есть, потому что лучше пятновыводителя я не встречала, то есть в Берлик гораздо слабее. Так, это у нас с вами паста офичина, вот такая вот лимонная закончилась, вот так она выглядит. Это у меня Ксюха так манет, паста, жестоко просто, пасту офичины, даже вам не покажу бренд, наверное, пасту офичины на Вайлберрис тоже брала, хорошие, они действительно хорошие, не совсем бюджетные, но позиционируют себя как натуральные. От них не повышается чувствительность эмали, они хорошо очищают, вот в плане функций заявленных никаких нареканий нет. Опять у меня здесь целый арсенал средств лапочка, прям куча целая расходуется быстро, и Ксюха пользуется, и Крестюшка, как подмывашки, как шампуни, как пена для ванн, в общем, какое средство есть, так и пользуемся. Это детский шампунь, лапочка, так, еще, наверное, шампунь, да, еще один шампунь, и детское средство для купания от макушек до пяток. У нас как бы, ну, как шампунь мы его редко используем, потому что у Крестюшки еще волос особенно нет, да, а вот как пену для ванны, если подмывашки закончились, переливаем во флакон из-под подмывашек, все отлично, все супер. Почему именно эта серия, да, потому что у Крестюшки второй год сохнет кожа, какие-то пятнышки могут появляться, аллергические какие-то реакции и так далее, и вот эта серия, она вообще как бы все сводит на нет, все отлично. Плюс им еще крем, сейчас покажу тоже, после ванны каждый раз наношу на тело, он вообще изумительный. Спасибо девочкам, что в свое время посоветовали, многие, кто его попробовал, даже на себе, не только для деток, на сухие какие-то участки, в восторге. Средства для подмывания, раз, два, три и три, целых три штуки тоже закончилось, тоже все супер, дешевле всего, либо на Сбер Мега Маркете, либо на Яндекс. Маркете надо смотреть, мониторить цену, на зон, что-то ценник забрали, а на Валбереса всегда лапочка была дорого, а так по 100 с небольшим рублей за позицию где-то на Сбер Мега Маркете. И вот два крема как раз, это крем Эмолент детский, вот так он выглядит, именно крем Эмолент. И для крема Эмолента 100 с чем-то рублей, я считаю, это вообще не цена, и он действительно с своей задачей справляется. Какие-то сухие места, шелушения, вообще на ура. Я ее прям целиком этим кремом после души смазываю, вообще все великолепно, никаких не возникает сухостей больше. Маски, которые заказывала на РДВу тканевой девчонки, в основном все выбрасывала, но вот две оставила, кто заказ смотрел, маски все классные, маски все годные, вообще все супер, как было, все отлично. Так, дальше, эссвицин. Эссвицин это такая штука, которая очень здорово помогает при выпадении волос. Но опять же, смотря с чем оно связано, да. Но тем не менее, мне помогало всегда. И ускоряет рост волос, то есть средство абсолютно без запаха, оно как вода. Оно продается есть с носиком, сейчас как-то делают, и с вот такой крышечкой. С крышечкой дешевле, я все равно переливаю его в флакон из-под какого-нибудь тоника с распылителем и распыляю на кожу головы. Потом беру массажную силиконовую щеточку, делаю массаж, параллельно у нас с вами массаж, улучшается кровоток. Средство прекрасно работает с волосяными фолликулами, не знаю, будет их, не будет. В общем, волосы перестают выпадать и гораздо быстрее растут, очень быстро растут, но надо делать каждый день. То есть перед сном взять себе с привычки такую процедуру делать. Мне корни не утяжеляет, вот я вчера на ночь делала, не грязнит, ничего в этом плане нет, поэтому все отлично. Средство очень бюджетное, тоже 100 с чем-то рублей, я дешевле всего, по-моему, брала на аптеку.ру, если не ошибаюсь. Надо смотреть, мониторить, на маркетплейсах тоже есть. Так, девчонки, две маски. Первая-то у нас с вами агафья яблочная маска-пюре для лица. Она у нас для чего вообще с вами? Силикон, витаминное увлажнение. Ну вот, собственно говоря, и все, что можно про нее сказать, она пахнет, как яблочное пюре, она выглядит, как яблочное пюре. Легкое-легкое увлажнение, все, больше ничего. Повторять, скорее всего, не буду, потому что практически нет никакого эффекта. Зачем? А вот эту выкидываю. То, что показывала последний раз в покупках магнит-косметик, вот эта вот планета-органика. Это просто гадость редкостная, она не только ничего не делает, после нее лицо выглядит хуже. Поэтому целиком и практически выкидываю, я ее никуда не доиспользую и даже не хочу. Отзыв, пост, да, писала на нее в Дзене. Кто не видел, почитайте. Так, дальше для волос. У нас тут с вами три средства закончилось. Первое-это шампунь Эль Саник, правильно я не знаю, называю. Помните, тоже на рандеву заказывали маску, бальзам еще есть. А шампунь закончился. Шампунь классный. Эта серия вообще великолепная, девчонки, для убитых волос. Вот если у вас иссушеные, поврежденные волосы, может быть даже одного шампуня достаточно. А маска бальзам вообще разглаживает идеально. Шампунь не пересушивает волосы вообще. Он их классно промывает. Здесь такая, получится, не получится. В общем, он гелеобразный, очень плотный. Его достаточно тяжело из этого тюбика выдавливать. Его, ну, немного нужно, совсем немного. Он выдавливается. В руках лучше его спенить и потом на кожу головы наносить. Волосы после него выглядят прекрасно. Блеск, лоск, красота, без утяжеления. Вот понравилась. Серия действительно бодная для сущих волос. Девчонки присмотрели. Дальше вот такая масочка от Капус. Вот она у меня, девчонки, стоит давно. Вот к ней рука вообще не тянулась. Она огромная, еще такая банка. Здесь 500 миллилитров. Вроде как неплохой состав. И прям такие обещания с маслом органы. Но вот ее, по сути, маловато. Вот маловато для пожженных волос. Для нормальных может быть нормально. Она очень жидкая. Вот там что-то еще осталось. Она очень жидкая. Она прям течет. И течет с волос. Надо прям на подсушенные только волосы. На мокрые, вымытые вообще не вариант. Она течет с волос. И чудес никаких не делает. То есть я вот даже под руками не ощущаю, что она хорошо разглаживает волосы. Ну вот прям слегка-слегка. Слегка разглаживает. Никакого блеска не дарит. И соответственно утяжеление. Ничего нет. Какая-то странная очень маска. Я ее вообще не поняла. Уже допользовалась. Лишь бы допользоваться и все. Не понравилось. Нет. Больше не повторю. Дальше закончились патчи от Визе. Наши с вами любимые. Одни из самых годных патчей. Девчонки, за 100 с небольшим рублей. Нет, у меня здесь ничего до пусто. Еще одна банка стоит в запасе в холодильнике. Когда они бывают, там рублей по 100, по 120, по 130 беру. Потому что хорошие. Потому что тоже от них вижу эффект. Они большие. Они действительно хорошо увлажняют. Вот нет к ним никаких нареканий. На маркетплейсах мониторить. Бывают прям за 100 с копейками рублей визе патчи с укрой. Вот так они выглядят. И называется патчи с укрой. Так, дальше закончилась умывалка. Которая прям вот одна из любимейших за эту зиму вообще. Это у нас Q&A. Кислотная умывалка. Гель для умывания. Вообще очень-очень, девчонки, крутецкие. Прям советую присмотреться. Тоже брала на рандевую, если где увидите. На скидках обалденная штука. Вычищает. И даже может в процессе умывания слегка пощипывать. Если особенно есть прыщики, какие-то повреждения. Очень хорошо очищает. Я прям наношу на лицо. Массирую. Массирую подольше. Не меньше двух минут. Вообще такие средства желательно держать на коже. Любые очищающие средства. Пенки и так далее. Вот. И потом смываю кожу идеально чисто. Вот прям классный-классный гель. Потрясающе работает. Так, что тут у нас еще девочка с вами. Комплимент спрей термозащиты. Вообще не понравился. Вообще никакой. Его так мало. Он так ничего не делает. Вот совершенно не понравился. Я нашла выход. Добавляла к нему масла. Различные сыворотки для волос. И вот тогда вот в смеси, короче, делала сама себе то, что мне нужно. И получалось нормально. А так как самостоятельный продукт. Вообще не зашел. Так, выкидываю уже, потому что срок годности прошел пилинг от Эфраше. Очень, кстати, годный пилинг. Очень легкий. Вот если у вас кожа чувствительная, вы к пилингам относитесь прям вот с осторожностью, то это вот та вот тема. Здесь очень дорогой такой стеклянный флакончик. Наносила. Выдерживала. Это сыворотка даже, наверное, в восстановлении упругости. Новый растительный пилинг. Его наносите вечером два раза в неделю на хорошо очищенную кожу лица. Не смывайте. Он не смываемый, да. Это как такая кислотная сыворотка, очень легенькая. Но с утра кожа после него выглядит прям вот хорошо годно. Понравился продукт. Но так как было много всего другого, и он достаточно легкий, а мне хотелось чего-то более тяжелого. Моя кожа любит пилинги, особенно кислоты, да. К нему вот рука в чем-то не тянулась. Если у вас чувствительная кожа, и вы любите деликатные продукты, то присмотритесь. Так, два парфюма закончилось от Pidi Perish. Это Аквадиджой мужской. И Идол женский. Классные парфюмы. Тридцаточки. Опять у меня верхушки крестюшка посрывала. Все, что связано с Pidi Perish, меня никогда не разочаровывало. Все супер, все отлично, все замечательно. И только парфюм Pidi Perish в последнее время я допшикиваю. Все остальные стоят между мглазом. Так, еще два продукта. Это гладкие пяточки. Для гладких пяточек. Эпил профит. Вот так выглядит бутылка. В свое время очень часто шумел этот флакон у блогеров на рекламе. И взяла попробовать тоже стоить тоже очень-то. Давно рука не тянулась, но добила. Почему? Потому что это такая ядовитая кислота. Такая жуткая, неудобный способ применения. То есть нужно на ножки, на ступни, на мозоли, да, где есть на топтоше, нанести. А это жидкая вода, которая очень сильно пахнет, от которой начинаешь задыхаться, кашлять. Если делать это в комнате, ну как бы все будут задыхаться делать. Если ты в ванне, с закрытой дверью, ну вообще мраковый веглаз просто. Но быстро размягчает. То есть вот буквально несколько минут посидела, потом можно пилочкой, орговевшую вот эту всю кожу, счистить и все отлично. Но по мне проще, девчонки, распарить и пилкой. Я вот точно не повторю, потому что гадость, кислота вообще неимоверная. Так, и у нас с вами кондиционер, который очень давно валялся, из фикс прайса, флекси. Не знаю, есть там сейчас такие или нет. Знаете, нормальный кондиционер. Я вот какой-нибудь такой держу, если стираешь обувь, там рюкзаки, что-то такое, я вот его добавляла. Долго он не был в использовании, кончался здесь литр 250. Нормальный кондиционер с приятной одушкой, которая остается потом на белье. Ничего плохого про него сказать не могу. Ну вот и все, моя хорошая. Ссылочку на педипереж оставлю вам и промокод под видео. Как всегда, проходите, знакомьтесь. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.